всем привет друзья это канал отказ games продолжаем проходить с вами вау вампиров и самолет полетели смотри кто тут кашу лет ты кашу и что это короче наконец-то я вернулся к записи немножко приходится говорить это в каждой в каждом этом каждом каком-то видео потому что не все мои видюшки смотрят поэтому короче все нормально все вроде вернулся не знаю посмотрим как будет дальше вроде с экзаменами все нормально все отлично общей за 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 почти завалил мне говорили я в рецепте провтыкал броню где-то в этого что ли чувака броню провтыкал где а блин вот это она сме блин она так смешалась с этим я короче вот это я такой внимательный я понял окей спасибо бронюку провтыкал смотри в натуре ну а ее реально вот так вот сразу так и не заметишь окей так стоим 360 батюши нихрена себе это комплект легкой кожаной брони тонкая кожаная одежда имеет класс брони 2 но слегка стесняет движение снижая ловкость на 1 примера легкой кожаной брони кожаные курки кожаные печатки сапоги блин броня то 2 на минус 1 а сколько у меня броня эту дает вот это под одежды это минус 1 или 1 короче ну ладно давай купим а чуни за продать вариант я ой не так кнопка вот так я вот такой типа да красавчик а как мне теперь это все поменять о можно кстати было это четко карточка brother salvage санта моника спасибо из подожди сейчас у меня ловкость сколько я ловко делу к делу к делу к делу к делу к ловкость у меня взлом замков и 5 7 7 5 незаметность подожди 7 5 7 5 7 5 да я теть твою 75 где ты блин использовать 7 5 нахер надо нахер это надо вот это им буду представительным придурком короче а ну-ка давай с тобой еще поговорю мне там есть тети про очень могу вот это продать теперь ее нельзя вообще ничего продать хорошо спасибо да бал вот это продать вот это продать короче все пошел еще сказали в ground zero зайти в чё-то там идет там а чё там что там интернет кафе какого-то надо найти кого-то найти кого-то найти кого-то какого-то кого-то найти короче нужно ground zero где-то это вот тут прямо прямо ряд нарыва интернет кафе и там что-то найдешь и где-то на кладбище какая-то кассета ну я хер его знает на кладбище блин я не знаю как эту миссию на кладбище пройти вообще не понимаю это нереально базука просто чтобы в дверь прям стрелять прям в решетку чтобы они отваливались кто там бушует я что ли так тут я был где тут у нас что не работает ух ты нихрена себе сколько нахрена чем я тут поставлю нормально будет так где еще рабочие компьютеры там не дают поиграть там не дают этого мне дают ничего вообще нельзя сделать так тут тоже просто нифига нету тут кого-то нужно найти по имени фамилии имя отчества да заходи ты в этот грёбаный пим питер почта пусть это почта а приложение что там же не я список а тут нету короче значит вот этот ты чё жахаешься на что-то вот этот вот а вы а не помню кому надо искать извиняюсь войне не fv а а в лонс сейчас я вспомню нет не этом nr наверное я не помню с нет нет не это свон джинджер во свон джин жирь джинджер а джи джин джи нифига си джинджер а в наши дни имя свон синоним красоты и очарования она была большой знаменитостью в конце сороковых и начале 50-х годов и и и по службам списке такие фильмы как золотые калибри и когда нет значит да после смерти в 1964 году ее тело было захоронено мавзолея голливудского кладбища и чё то есть мне нужно на кладбище хреначи что ли на 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 оба арка но и спейс теннис да посчитаю одно и тоже короче ладно что я не сейчас на кладбище рулит или чем как мне задание пришел очень меня ничего не варит никакая башка никогда ничего нет вообще так задание задание идти на кладбище на а вы убили охотницу стрип для виви из везувия ой этого раза автосохране виви везувии виви визу и виви визу и где здесь карта вообще слышь ты единственный машин здесь игре от и виви везувий визу и визу и у вас это 9 это 9 этому так куда не та кнопка то что же ты будешь делать то сегодня вот те и все вот не играл вот несколько дней все уже не помню как играть ну а так это это короче да и когда у нас дробовика херачит блин игра вроде прикольно но не столько можно было добавить всяких вещей которые можно было бы делать те что можно делать в жизни но здесь ничего нельзя делать вообще абсолютно ты подходишь к чувихе вот так говоришь чувиха блять почему я с тобой не могу поговорить и уходишь и все эти тут еще ты там еще не постарел сколько можно то уже слюни свои собирать здорово труселя красный розовый чуть-чуть это трясется вот эти как-то вернулся не объявил вот мисс валюр виви от тебя мисс велюр да себе а если тебя в нож в глаз воткну или глаз в нож что нибудь из этого насчет той охотницы как скажем не сколько его просто к сожалению не надо идти еще вернусь а как насчет суки не нужно это дерьмо я ухожу насчет той охотницы охотница бета за ним с твоим делом все еще занята охотница мертва если бы мне мы не избрали в жизни те дороги которые все же выбрали не смогли бы мы начать испытывать чувства друг другу жаль тебе пришлось забрать ее жизнь но ты спас мою и этого не забыл очень один опыт спасибо как много опыта я получил с этого задания прямо сейчас пойду и набухаюсь а будут и другие тебе придется сделать то же самое очень жаль что до такого дошло просто смертная к тому же охотница я бы всех их убил если бы мог в это реадор и вы правда уверены что вы глубокие личности да очень жаль что такого дошло до ходе этого сурового испытания обрела соблазительно нового союзника я начинаю думать что это была судьба ай да ладно тебе прямо сейчас так вот так вот заливать тут херейт у тебя шея светится кстати насквозь вижу прям вижу смотри а ну-ка подними подбородок блин хватит смотреть на мою грудь он смотри у нее короче это даже не рассчитывай на это я тоже ну а теперь когда дело сделано мне пройти чигик все и ты что ничего просто опыт дала а бабки где мои а где стриптиз а где эротический танец ну и пошла ты нахер чё там вот the fuck бедный бедный дэвид хатта чё я кто-кто один из твоих бойфрендов этот тип что снял полицейские уроки кто-то но в дэвид хаттер честнолюбивая сценарист и менеджер отеля он приходит сюда куда чаще чем сам готов признать вот уже несколько лет бедняжка просто не может отвыкнуть я случайно послушала как он разговаривал с одной из моих девочек о своей новой сценарии в нем говори о тайных обществах и существах которые борются со своими внутренними зверем и преследованиями со стороны более древних читович тебе это ничего не напоминает для фильма правительства президента он делает красной шапочке индустрии так он угром и дело кажется он пишет о сородичах чем 4 до это левую историю слишком правдивы чтобы быть простым совпадением я думаю кто-то работает вместе с дэвидом сородич не осознающий последствий своего поступка тебе известно какого наказания за выдачу наших тайн смертным ну типа я если так хрен его знает может быть плечо с головы получается лика показательная порка смерть штраф 150 долларов оставить без новой них подарков смерть смерть боюсь бедному дэвиду придется прерваться сценарий над которым он так усердно трудился должен быть уничтожен а его более чем молчаливый с авто должен быть казнен я знаю дэвида слишком хорошо я слишком привязана к нему и я чересчур близка чтобы сделать то что требуется если уж тебя убил хаттера хоть чтобы я убил хаттера его информатора верно ты хочешь тебя уничтожил сценарий хаттера 3 я не думаю что хаттер знает что его соавтор сородич тебе надо забрать сценарий дэвида и каким-нибудь способом вытянуть из него имя соавтора как только ты знаешь кто убей предателя но не трогай дэвида ей постой ты хочешь чтобы я снова убивал нет хватит звучит внушительно я уложу это дело по моему ты пытаешься спихнуть на меня свои проблемы ну ладно давай чё дэвид работает в мотеле лакистар он очень страстно относится к своему писательству обожает говорить о своей работе я уверен он расскажет о своем сценарий атака может потребоваться долгое убеждение чтобы уговорить его выдать и мясо автора когда с этим делом будет покончен обещаю тебе свое безраздельное внимание кей нормально ты так телепатия разговаривать я тут встает и там нормально пока кейти тут еще развлекаются вас ножки не устали алю ой где у вас выход тут нашел в туалет поперся бывает бывает блин и туда надо представить эти жизни много чего нужно делать то что блин можно было бы делать не обязательно если бы эта жизнь была нормальная но уже так сделано так сделано это же какой-то дебил ойд придумал просто так а мне нужно гадавиду дэвид хаттер писать такая курьера языка рассказал что где-то спрятал кассетные заставленное сетка слова джинджер свод вот то есть мне нужно пойти на кладбище и найти там у джинджер свон короче кассету подряд только сейчас а кладбище же вон там точно только я не блин не бы выполнить я хотел бы выполнить это задание но блин 4 минуты продержаться с против зомбарей которые прут такими толпами да еще и в двух точках и еще и на рандоме то есть получается я тогда просто первый раз когда пошел я тогда 40 секунд оставалось или сколько там 40 плюс-минус и я держал всего одни ворота вот эти то потом короче пошел там это нереально ты чего тут надо вот вот устаешь короче а ну-ка запрыгни блин херел совсем вот вот тут встаешь с базукой херак туда херак сюда херак туда ты куда короче только так но только базуки у меня нету вот чем проблема да еще не прыгаешь то дурень эти раньше нажал когда скалахи я открывать где-то джинджер свонта а то что у меня вот эти все эти искать что ли вот эти вот гробницы агей джинджер свонты нет течет синтей не 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 а почему нет почему ты где зак закопалась вот ты кубок кубок помер а это не кубок вот ты нет не пойдешь ты не пойдешь никто не пойдет никто не хочет морил тут был уже где-то мерилка так а ты где отчет у нельзя зайти можно а вот так то паутиной заросло все этот чувак тут на кладбище просто нихера не делать он бы тоже это вообще брехня просто он бы не выдержал бы тоже и 5 минут и как он здесь вообще целую ночь выдерживать если я пять минут не уме не могу выдержать а он здесь целую ночь и херачит вот этих зомби да не поверю никогда в жизни даже не пытайтесь метод оказать не поверю что он здесь целую ночь вот это этих зомбарей вот так вот херачит если бы если бы он целую ночь вот так зомбарей херачил у него бы и секунды не было на то чтобы не сделать выстрел потому что он бы реально не успел бы это сделать за ночь вот это выдержать чтоб двое ворот не разобрали просто это не реал ему уже было бы стрелять просто вот так и так бежать и стрелять вернулся стреляю вернулся стреляю вернулся стреляю вернулся стреляю все время среднего патрона должно быть было быть я не знаю тут вот так вот так все лентой пулеметной обвешено обкручена, и он бегает с этим пулеметом, и лента к нему бесконечная, подтягивается постоянно. И то он бы не успел бы. Бред, блин. Ты, что ли, тут главное висишь, лежишь? Где она, эта штумба? Ты где там спряталась? В какой гробнице? Ты, что ли, нет? Где она вообще может быть? Я уже все обшарил. Почти. А ну-ка вставай. Мерилы. А что у нас тут не мерилы дохлые? Есть еще какие-то? Так, подожди, мне точно сюда. Эй. Мне сказали на кладбище. Только кладбище у нас только одно? Или может еще где-то есть? Ну. Как? Что? Что? Что мне вообще должно быть показано? Что я должен? Подойти к гробнице, и что-то должно быть показано? Вот это. Прикрутила сразу, прикинь. Даже не успела сказать, сейчас чихну. Охренеть. Да где ты там, Митя? А где она? Я уже все обшарил. Ее нету. Ты? А нету. А нету. Алло. А нету, и что делать? И где? Вот я на кладбище тебе. Что? Мне тут что-то копать где-то что-то нужно? На кладбище. А где-то должна быть какая-то быть статуя какая-то похожая что-то на что-то, ну, я не знаю, чем-то отличающаяся. Че? Че делать-то? На гробницу? Тут не... Бля. Джинджер Свон. Где это Джинджер Свон? Вы заметили тут Джинджер Свон где-то написано? Я только мерила заметил. Все. Которые письками меряются. И больше ничем. Где? Чад. Нашел что-то новое. Чада нашел. Ну и где? В склепе захоронили. Вообще нельзя заходить. Так, к этому я не пойду, потому что он мне задание впарит. Я не пойду к нему. Ну и что, и где? Вот. Нет. Эндрю Мэкс. Ну я уже все так-то обшарил. Если че. А, может быть тут? Подожди, я тут-то не заходил. Может быть тут? Вау. Это че? Это гробы все? Или это просто так? Ладно, окей. Кто есть? А че тут есть этот охранник? Алло? Эй, священник. Давай молиться с тобой будем вместе. Это стена. Видели когда-нибудь стену? Вот и я не видел. Она есть. Тут типа что-то вот так надо сделать. Найти ее в этих свечках что ли? Ты открываешься, нет? Да ты открываешься. Ты же отличаешься от этой. Вот. 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 А вот. Окей. И че дальше? Куда ты меня? Это в натуре гробы получается? Или че? Или тут прахи... хранятся? Че-то одно из двух. Ну ладно, нашел кассету и че? Ааа. Блин, это... Это пипец просто какой-то. Как же это кладбище-то затащить? Может, прийти потом, когда-нибудь, когда вкачаюсь? Ну, реально. Вот этот... Вот это. Вот смотрите. Вот. Урон. Бой без оружия и холодное оружие. Это... Хоть тут и миллион, я так понял. Будет все равно. Оно не сработает. Потому что кувалда наносит урон от... Внимание. От нуля. От нолика. От такого круглого, блин. С дырочкой херня. От нолика до 150 и что-то там такое. То есть, от ноля. Это... Я... Это... Это... Это может быть показаться очень странным. То, что от ноля... Я не понимаю, как может быть кувалда... Прилететь кувалда... Разным уроном. Тем более, в таком диапазоне. Диапазон 0 и 150. 0 и 150. То есть, может минималка, может максималка херня. И не зависит от того, куда ты чуваку попадешь. Абсолютно. Как-то это очень все плохо сделано. Да, боевка здесь кривая. Согласен. Вот это прям соглашусь. Вы нашли кассету. Угу. Кромница ТРТТ. Кассета изрядно потрепленная. И вам можно разобрать надпись адская тройде ТРТТ. Отнесите кассету Айзеку. Вот сейчас теперь вспомни, кто такой Айзек. И где он, блин, находится. Ладно. Писатель. Ночной клуб. Куда мне нужно? Луки Стар, Лаки Стар, Лаки Стар, Спин Бин. Пис Бин? Подожди. А где этот чувак, который Айзек? Вот вспомни, теперь я давно уже не играл. Привет. А ты что хочешь, чтобы разговаривать? Может, что с этим дебилом нельзя поговорить? А что тут? Ладно, пошли. Я и надо... Хи-хи. Надо лазить, надо шарить. Ой, блин. Да, была бы здесь нормальная боевка. Короче, все было бы четко. Но здесь боевка... Вот, просто плохо. Так, я, короче, сюда... Я сюда ненадолго, потому что здесь музыка с авторским правом, так-то. Если чё. Это тоже, смотри, чё, смотри, чё делает. Они заказывают... То есть, к ним приходят, делают заказ, и они заказывают его через монитор, который не сенсорный, и который даже не включён. Через старый монитор, который вот этот вот, когда ты камеру на него наводишь, у него там такие полоски бегают, короче. И они через него заказывают. Нормально, чё? Айзек. Так, Lucky Star у нас тройка, а прям рядом. А... Ща, подожди. Red Spot, это у нас магазин. Metal Hat Industries. Пятёрка. Это не Синбин? А, стоп! Так это же этот, как его? Мотель, короче, вот этот вот был. Который секс-шоп. Кажется, Синбин? Да, это кажется Синбин. Да, блин, это кнопка. Ну да. А, не, стоп, это же секс... Или... Стоп. Не, не Синбин. Нет, это... Это там, где я чувиху завалил, правильно, в Синбине? Это не тут. Здрасте. А где же тогда, подожди, стоп. Сейчас, сейчас, сейчас вспомню, ещё где-то был секс-шоп один. Типа. А, Евилер лили... А ну-ка, давай, ладно, в тройку сходим сейчас. Lucky Star, да? Мне же... Чё такое? Ага. Эээ... А, так, подожди, у меня в Lucky Star получается. Хе-хе. Ой, я не туда пошёл, что ли? Не, не, не надо. Это же Lucky Star. Да, точно, Lucky Star. Ладно. Давайте вот так. Давай поговорим. Да ты, блин, ну, а может... Что там? Убеждение нужно вкачать? А чё у меня по убеждению? Шестёрка, да я его укачаю. Сам. Ну что, вас тревожит? Я начну с той рукописи, что ты упоминал тебя, еслишняя копия. Скорее, наоборот, до встречи. Упричного автора такое всегда под рукой. Эй, а ты... А ты в кинобизнесе, парень? У меня куча идей для фильмов. Вообще-то, сейчас как раз дам тебе один из моих законченных сценариев. Я тут всё ещё пишу. А, я знаю людей, которые не прочь снять фильм о вампирах. Ага. Правда? Чёрт, это просто фантастика. Я дам тебе сценарий, если ты пообещаешь держать его в целостности и сохранности. И всё? Не волнуйся об этом. Скажи, у тебя есть ещё какие-нибудь соавторы-помощники? На самом деле, я не могу об этом сказать. Он предпочитает оставаться неизвестным. Так, сколько мне будет стоить его имя? Ну что ж, ладно, пока. А ты не думаешь, что он тоже хочет прославиться? Ведь кто не хочет? А, ладно, хорошо. Этот парень называет себя Джулиусом. Он живёт под пирсом. Вообще-то, я собирался встретиться с ним этой ночью. Мы постоянно обсуждаем идеи фильма о вампирах. Он странный, странный парень. Но очень творческий. Мне нравится, как он мыслит. Спасибо, вот теперь я ухожу. Что-то я думал, я буду полчаса с ним разговаривать. Уламывать там его всё. Два раза, два предложения с ним с этой. И всё, и он раскололся. Вообще, убеждение работает. Смотри, как чётко. Синяя полоска есть. Нажимаем. Хорошо, под пирсом? Под каким пирсом, нафиг? Я взял чё-то там. И. Сценарий. Сценарий. Сценарий против ТТТ. Хорошо. У меня сколько хлама. Ой, я забыл продать вот это. Блин. Ла-ла-ла. Это Джулиус. Один из слабокровных, ошивающихся на пляже в Санта... В Санта-Монике? Серьёзно? А чувак, как ты хоть хотел с ним встретиться, если тебе нужно на таксишке туда херачить? Эм... Айзек. Блин, кто такой Айзек? Сейчас вспомню, кто такой Айзек. Айзек! Вот тут Айзек. Стопудово. Айзек! Нет, не тут. Подожди. Нет, тут был вход. Стоп. Лаки. Ещё где-то был тут вход какой-то, фу, а что-то. Не отель. Айзек? Так, у меня телевизора, пацаны, нет с собой. Так, а чё? В смысле? А чё, сюда нельзя? Айзек? Айзек? Иська? Вадя? Тут? Хе-хе, я не помню, где он. Сейчас вспомню, где-то это Айзек. И кто такой Айзек вообще? Иська, ты? Ты Иська? А ты быстро броса, давай сюда, кассир. А, ты Иська. Смотри, понятно. Держи. Я ещё не забрал, я не сказала, раздаву. Ой, точно, чуть не оставил. Сейчас же. Держи. Я не сомневался, что ты её найдёшь. Я извиняюсь за свою прежнюю высокомерие. Условный рефлекс. Нынче попадается столько молодняка, забывающего своё место. Я окажу тебе любую разумную помощь, но сначала... Но сначала... Но сначала... Эта кассета мне так чё? Что из-за чего наш шум? Так что устраивайся. Чё, будем смотреть фильмешку? Ну давай. Я теперь чувствую, что... Вау, нифига, что это за херня такая бегающая? Двуручная. Двуручная и жопа в них. Е-е, дрёть! Не повезло. Пляза потрошили. И чё? Это реально? Это даже более тревожно, чем мне говорили. Теперь ты понимаешь мою озадаченность. Отвратительно. Зачем я должен был это смотреть? Случилось так, что именно тогда, когда появился этот снаф-фильм, пропали на Сферату. Я пытался заручиться их помощью в поисках его источника, и впервые за все эти годы был расшаршен их отсутствием. Эпсент. Кто из эпсент today? I'm из эпсент today. Кто из он дюти today? I am on duty today. Ты думаешь, что эта кассета имеет даже какие-то хищные зновения? А как обычно связывается с ними, значит, ты говоришь... Так, я предполагаю, что да, иначе же это необычное совпадение. Эти монстры. Немногие профессиональные студии спецэффектов могли бы создать подобное. Проблема только в том, что это не полная версия фильма. Первая половина повреждена, нам нужна полная копия. Нигде найти копию получше. Я забыл свою дань, да... А зерким глянцем голливудской фабрике грез находится другой город, штампующий отвратительную продукцию для тайного потребления извращенной аудиторией. Не сомневаюсь, что фильм обязательно есть и у других разносчиков грязи. Порасспрашивай вокруг. Грязи, ну ладно, пойду порасспрашиваю. Окей, а чё я жопой стою? К тебе. Ладно. Чё мне там по опыту хоть нужно посмотреть, сколько у меня там? Может там под 10 хоть опыт есть? Не знаю. Ну качать, конечно, да, я не знаю, чё качать пока что. Ну блин, на урон, я не знаю, смысл тратить, качать на урон, если он всё равно очень сильно рандомный здесь. Где тут, что тут пищит-то? Пик-пик-пик, да, конечно. Чё тут, никто даже не приныкался. То есть здесь даже, смотри, для бомжа было бы... Не понял. Да там, ну а понятно, там невидимая стена. Туда ещё и не попадёшь. Эль. Айзек хочет получить полную версию тратата. Он дал совет росту революционных торговцев грязи. И, возможно, что-нибудь из... Какие ХГТГ? Так, мне чё, в Санта-Монику хреначить? А, ну мне в Санта-Монику, смотри, ещё два задания будет. Получается вот это. И вот тут ещё на свалку нужно будет сходить. А ну-ка, подожди, С. ДВАДЦИТЬ ТРИЕ! Не дреть! Готя, вообще! Чё, если этого не даёт? Обыск? Нахер надо! Торговля! Нахер надо! Хакерство вот это вот полезное. В словах, какого полезное? Но, блин, как мне в бой без оружия? Подожди, если я в бой без... Мне нужно холодное оружие качать, получается, да? Чтобы валиться, мне нужно холодняк качать. То есть это ловкость... Ой, сила, получается. И... Что ещё? Сила... И херня какая-то. А, подожди. Сейчас думаю, просто. Сила и... Холодное оружие, получается. Да, девятка. А сила восьмёрка. Бой без оружия. Ну, в принципе, смысла бой без оружия нет. Потому что я всё равно без оружия не дерусь. Это кулаками обычными. С оружием-то всё равно урон будет побольше. Ну, я хер его знаю как. Честно, я не знаю, как здесь качаться. Просто у меня... Блин, даже понятия нет, как правильно вкачать, чтобы всё было чётненько. А... Штраф минус один к силе, смекалки восприятия, присутствие. То есть, это, типа, минус, да? Ну, на зомбарей смысла нет, это тратить. Ну, блин, я не знаю, что делать. Я не знаю. Чё делать? Не знаю, что делать. Вообще не знаю, как качать, чтобы... Блин, потому что, ну, тратить на... На близний бой, когда у тебя рандом... Ну, блин, это нелогично вообще. Это просто пустая трата будет, получается, очков. Опыта. Потому что... Потому что... Ты кувалдой наносишь ноль, а потом ты наносишь 150. И чё? И смысл было качать, если урон-то не увеличится. Понятно же, да? Три. Даунтаун. Мне нужно в Санта-Монику. То есть, ну, блин, не знаю. Хоть на десятку прокачает грёбаный бой с оружием, с холодным, да? Я буду всё равно наносить ноль в любом случае. Оно не добавит, мне кажется. Ну, как это при пятёрке? Да, у меня пятёрка. Смотри, у меня холодное оружие пять. Как при пятёрке ноль наносится урона? Ноль. Сука, ноль. Как ноль-то? Вон туда мне, короче, какая-то там свалка. Вот это? Да. Привет. Здрасте. Здорово. Добрый день. Добрый вечер. Добрая ночь. А! В смысле? А там дверь не было, значка двери. Я зашёл случайно. О, а тут чё, никого нет? Банку можно понять. Бау! Я! Кто тут? Никого? Почему? Опа. Ну, блин. Ха-ха-ха-ха. Сука. Нельзя, почему нельзя? Что я здесь забыл? Что? Что, даже компьютер не работает? Карточка? А, степлер. Ээээ. Тут чё-то было. Стул был. На, сука! Блядь! Ёбаный! Чё такое-то? Сука! Меня зажали. Отодвинь. Вот-то... Фак сейчас взрыв был почему-то. Отвали, машина! Отвали, меня зажало. Опасная трясина. Ты чё, худой? Не можешь пролезть? А чё он не пролезет? Ты чё? Ты смотри. Тут три человека пройдёт. Ты дебил? Грёбаный автомобиль. Давай, тащи, 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 тащи. Какого чёрта тут всё взорвалось-то сейчас? Валим нахер. Собаки? Есть живые? Нет живых. Ага. Можно было так? А чё? Чё за взрыв это? А чё туда не пускают, кстати? Это так и должно быть? А чё я туда сюда пришёл? Что тут делать? Тут нечего делать. А чё тут? Чё тут нельзя пройти? Объяснить. Сейчас... Не паника! О! Тут какой-то хренобасин это делает. Нифига ты мощный. Вот у меня будет шапка. А ты кто такой, слышь, там, мощный? А чё мне тут пролезть надо? Вот я сейчас тренировку устраиваю, что ли? Так, ладно, короче, давайте на этом закончим. В следующей серии посмотрим, что за пиндюк тут нас бросает. С машинами такой. Будем, скорее всего, его драть. Короче, ладно. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. И вампиров. Да-да-да. Будем кого-то чмырях чмирить. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok